Привет, друзья! Сегодня такой солнечный погожий карантинный денёк. У нас повсюду коронавирус и самоизоляция, а мы решили пострелять, сделать обзор. Перед вами сейчас Хубин К1, самая мощная полуавтоматическая винтовка из существующих на сегодняшний день. Она может стрелять как полнотелыми пулями, так и обычными, соответственно, валанами, в том числе тяжёлыми, на огромных скоростях. У неё, значит, система полуавтоматики работает исключительно на воздухе, без каких-либо электронных составляющих. Есть открытые регуляторы мощности, очень удобные. Здесь мы видим манометр редуктора, который также настраивается на самой винтовке. И регулятор клапана, который позволяет уже, соответственно, после настройки редуктора увеличивать или уменьшать скорость выстрела, в зависимости от тех пуль, которые вы используете. Приведу пример. Например, пули 1.6 могут лететь со скоростью на максимальных настройках вплоть до 400 метров в секунду. Здесь у нас стоит прицел Nikon Black. Также вот мы видим, рядышком лежит Evonix Conquest. Это винтовка корейского производства, менее совершенная, более старая. Она работает с помощью электроники, то есть там есть электрический модуль, который, соответственно, и приводит в действие перезарядку. Помимо этой винтовки Conquest можно противопоставить Хубину винтовки, которые у нас также продаются. Это Evonix Max и Evonix Giant. Все они, повторюсь, работают на электронике. Плюс перед Хубином электроники я хочу сказать один. Это возможность автоматической стрельбы. То есть есть переключатель с полуавтомата на автомат. Объясню вам. То есть автомат, это вы можете стрелять очередями. То есть весь магазин вы можете высадить там буквально за секунду. Но все-таки более надежная, более правильная система полуавтоматики это у Хубина. Потому что у него, соответственно, все работает без каких-то проводков и батареек. Здесь стоит у нас, я напомню, Nikon Black. На Conquest стоит прицел Markul самой бюджетной линейки с сеткой Mildot и с кратностью до 24. Здесь также стоит прицел с кратностью до 24. И мы сейчас сделаем отстрел на 50 метров. У нас здесь ровно 50 метров. Я буду сидеть там с некоторой погрешностью. Я измерю в дальномер 49,7. Ну то есть здесь будет порядка 50,7 метров. Ветер сейчас стабильный порядка 5-6 метров в секунду с порывами до 11. То есть назвать условиями идеальными, как мы обычно отстреливаем в тире, нельзя. Ну что ж, приступим. Поскольку портативные компрессоры у нас закончились, мы заправляем сегодня винтовки баллоном. Баллон и заправочная станция. Для Хубина у нас будут использоваться пули King Heavy GSB чешские весом 2,2 грамма. А Конквест у нас калибром поменьше, калибром 5,5. И соответственно мы будем использовать пули тоже GSB Exact Heavy, но весом 1,175 грамма. Вот на таких скоростях мы сейчас и будем работать на 50 метров. Субтитры делал DimaTorzok 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 В общем-то все, пойдем посмотрим. Добавил DimaTorzok Вот что у нас получилось на 50 метров из Конквеста. Сколько тут выстрелов я не помню. Порядка 7-8, наверное, тут еще горловину разорвало. Ну, наверное, сантиметра 3 получилось. Ну, как мы видим, ветер сильный. В принципе, неплохо. Скорость вы видели, то есть это сильно больше 300 метров в секунду. Это 315 легкие пули. По идее, эта винтовка сделана под более тяжелые пули. И они покажут гораздо лучшую точность. Сейчас посмотрим скорость у Хубина какая. Ну, вот тоже больше 300 метров в секунду с пулями 2.2. Повторюсь, не максимальные настройки. Высокая скорость. Пули для него не тяжелые. Дозарядили мы 2 пули, чтобы барабан все-таки был полный. И вывесили новую мишень, более точечную, чтобы стрелять по 6 группам. Посмотрим, соответственно, напоминаю, 50 метров. Прицел не очень пристрелен, плюс ветер смещается немножко вправо. Хотя я целюсь по центру каждой мишени. Сейчас я попробую сместиться влево немножко. И я думаю, результат будет получше. Ну, в общем-то, все. Ставим на предохранитель. Погнали смотреть, что у нас вышло. Погнали смотреть, что у нас вышло. Ну да, вот, как я говорил, прицел не очень пристрелен, поэтому я целился по центру, плетело вправо. Также вторая мишень. А здесь я уже начал смещаться чуть левее с поправкой на ветер и на недостатки пристрелки. И вот эти вот кучки, соответственно, получились уже таким вот образом более правильные, скажем. Ну вот, что может Хубин. Сейчас будем отстреливать Иваникс Конквест также на 50 метров, но в автоматическом режиме. Здесь есть такой регулятор. То есть есть одно положение полуавтомата, есть три. Мы переключаем и, по идее, он должен стрелять в автоматическом режиме. Ну и второй барабанчик. Так, сейчас подставим. Идемте посмотрим. Не знаю, куда попал, честно. Потому что, как мы понимаем, все-таки автоматический режим. Он такой для развлекательных больше целей. И не для стрельбы очередью подряд на 50 метров. Поэтому я не думаю, что там что-то хорошее. Хотя, как мы видим, все достаточно неплохо. То есть, если померить, я думаю, сантиметров 7 мы уложились. А это более чем неплохо. То есть, вот все пули, которые я всадил. То есть, здесь была, видимо, первая группа. Пуль, наверное, 6. И повторно я уже там со вторым барабаном расслабился. Ну и падение мощности. Так как воздуха, в принципе, немного уже оставалось. Это, напомню, на 315 метрах в секунду. Легкими совсем пулями. Ветер на 50 метров. И обязательно хотелось бы сказать, что винтовки изначально продаются. Ослабленные до 7 джоулей. То есть, соответственно, ослабленные. И с заглушкой. Вот. Такие винтовки можно купить в Охотника. До сих пор нет. До сих пор нет. Продолжение следует...